привет всем итак прогнозы на квалификацию лиги чемпионов начнем первый матч из которого мы начнем это поединок между командами паук бейзл да вот так вот и до этого поединка 4 прогноза да как вы понимаете это первый прогноз победа паука коэффициент 1.70 примерно 2 оставочка это победа паука с форой 0 ну такая ситуация что базили в прошлом сезоне люди чемпионов дошел до 1 8 как вы помните да и проиграл там манчестер сити по сумме двух матчей но ответным поединке они выиграли 21 но в первом проиграли но 4 и вообще вот в том сезоне базе на выезде обыграл csk обыграл инфику да но проиграл манчестер юнайтед вот так вот так вот паук же провел довольно неплохой сезон в прошлом году до своем чемпионате и как бы команда очень много побеждала сделал побед команды в прошлом сезоне да и но паук играет на своем поле на своем поле да и можно предположить да что здесь может быть победа паука за счет того что они как вы поняли неплохо играют команда вообще находится по прошлому сезону если смотреть ну и поняли короче чем дело свои трибуны вот такие вот и еще два прогнозика это обе забьют нет коэффициент на 75 да ну что сказать 75 но насчет на то что не забьет базе вот что я хочу сказать что паук защите команда паук играет неплохо да и возможно не не позволят забить костям мяч в свои ворота вот так вот ну и четвертая строчка это что базе меньше одного ну это там меньше тогда базили меньше одного да это ну на похоже немножко забьют нет как вы понимаете да и вот так вот вот такие вот ставочки на этот поединок вот если допустим на базе того что-то взять допустим вот там пора плюс да ну как бы что данном случае как бы во первых я так скажу базе команда она играет атакующий футбол я предположу что автобуса не будет в этом поединке со стороны базили вы обычная игра 4 защитника да но базили то мне кажется не та команда который автобус ставит как бы да и возможно как бы вот так вот ну есть еще предположение что может быть паук если выиграет матч то через вниз через тут он меньше да там победа паука и тотал меньше там 2 кума 5 3 кума 5 да вот что типа этого да и коэффициент ну ладно это уже там вы сами разберетесь да что ладно переходим к следующему поединку да вот что хочу сказать это ашкендия шериф тут одна ставка выход следующий этап шериф коэффициент 57 примерно да ну что тут можно сказать по этому поединку ашкендия выиграла 50 у себя дома tns the new saints в первом коллекционном раунде ну точнее ну предыдущем этапе да потом на выезде 0 4 проиграли да ну тут надо понимать что 50 дома да и кабину 4 но не все мы прошли да вот так вот и такие шериф же в первом предыдущем этапе да он переиграл торпеда кутаиси 3-0 на своем поле но на выезде проиграл 12 целом шериф прошлом сезоне как вы помните играл с локомотивом до в одной группе лиги европы и выиграл локомотив 2-1 на выезде на своем поле вроде бы 11 сыграли не проиграли карточку локомотиву в общем команда как бы в лиге европы ты играл в групповом этапе может я хочу сказать и возможно команда как говорится может попытаться ну как бы ну вы поняли короче да следующий матч это от сервина звезда судова но что тут можно сказать сервина звезда до этого играла со спартаком да из юрмалы на своем поле выиграли 2-0 по той игре вот что можно сказать что весь практически начал сервина владела инициативой больше владела мечом больше атаковала больше наносил ударов да как бы но получилось так что это до 78 78 минут еще был 00 по-прежнему да и вот но до этого была штанга там по-моему да было что даже было так что штанга очень короче вы поняли да и но были моменты соляные в первом тайме во втором тайме да как они вот все время на штрафной говорится наседали там прострел да вот это навес да там пострел да навес вот так вот и вот в итоге 2-0 выиграли да вот что хочется сказать суду а сенсационно прошла а поел в первом матче 3 1 в первом тайме уже 3-0 повели своем поле и в итоге 3 1 да и в ответке а по выиграл 1-0 он забил гол первом тайме да и весь матч атаковал по моментам там да вот если ознакомиться с моментами этой встречи то у аппыла много моментов был там было так воротарь нет воротарь штанга защитник или же штанга защитник воротарь вот так можно охарактеризовать эту игру что ну то есть аппел попадает в штангу потом от штанги воротарь отбивает или же попадает воротаря воротарь отбивает защитник побивает да то есть вот так было очень хорошо защита сыграла суду вы и воротарь но моментов было много по по хайлайт сюда по обзору есть там ознакомиться потому опала много моментов было да и воротарь своего дела защита и штанга была да там или штанги там ну штанга короче была по крайней мере одна ну вот так вот суду во сенсацию сотворила и прошла в следующий этап и хочется еще вот что сказать по этой игре что суду во все-таки 5 защитников играет да и церкви невозможно не будет так просто в этой игре пошла на учитывать поэтому брать тот фор и минус да может быть и будет фор и минус а может быть и не будет вот суду во в 5 защитников будет играть возможно да ну и что то делать поэтому этот матч сейчас на вот ну такой рискованный когда и в цен такой до 116 на данный момент и санга но тут как бы знаете этому вот по счету может быть будет где-то не знаю 1 0 может быть 2 0 что-то типа этого да но нельзя исключать что суду во может тоже забить гол да это да уже игра может на встречных курсах эти там или не не забьют гол тогда они конечно в защите могут отыграть хорошо им же выгодно это гол на выезде это очень круто но не знаю вот я сейчас сейчас что-то на засомневался немножко в этой игре но поскольку я ролик перезаписывать не буду и поэтому оставлю этот матч вот такие вот дела идем дальше легия спартак торнава на этот матч два варианта победа легий кэффициент 136 примерно где-то да и тот индивидуальный total легии больше одного кэффициент 123 где-то примерно что тут хочется сказать легия прошла корк сити в предыдущем этапе 1 0 на выезде и 3 0 дома спартак торнава обыграл чемпионом боснии зрицкий монстр да и 1 0 дома и 1 1 на выезде вот так вот и и что тут хочется сказать легия имела моменты в матче в ирландии до гостях до когда вы говорили 0 на своем поле команда реализовывала ошибки соперника да как бы ну в общем по итоги 40 выиграла да вот так вот спартак же переиграл как я уже сказал 10 по игре вот если так вроде бы риски то тоже момента создавал да и как бы вот так в общем можно предположить легия пригласила в свою команду лучшего бомбардира висла вообще лучшего бомбардира прошлого чемпионата польши прошлого сезона короли тасса да вот так еще одного человека пригласила тоже одного из бомбардиров по моему канты из вислы плотск вроде да если не ошибаюсь ну если ошибаюсь туда можете поправить там в комментариях написать на кто в общем факт со фактом что одного бомбардира лучшего бомбардира чемпионата польши пригласили свою команду карли тасса и канты пригласили да тоже одного из лучших бомбардиров чемпионата польши прошлого сезона также вроде бы ну вы сами ознакомьтесь с трансфером и я вам просто дал два трансфера которые были до так называемых приглашения в команду до можно так назвать до приглашение в команду человека футболиста крутого человека да вот так ты вообще каждый футболист крутой человек вот так вот ладно ну походу это все на данный момент да вот такие вот дела ладно ребята окей всем пока